Привет! Да, я снимаю вторую часть, так как за год многое накопилось. Вы знаете, меня примерно три раза обзывали школотой. И все три раза это были школьники. Это все равно, что толстые обзывают худого толстым. Толстым! Ты что, пончиков перел? Быть школьником это не оскорбление. Это просто тот период, когда тебе нужно бегать по крышам гаражей, трескать лед на лужах, мечтать о своей любви перед сном, обнимая подушку. Это офигенное время. Но появляются те школьники, которые недовольны этой жизнью. И хотят большего. И именно тогда происходит нечто ужасное. Вы смотрели аниме покемон? Знаете, там покемоны время от времени эволюционируют в более крутых. Вот так же у школьников есть такой навык. Они просто берут и эволюционируют. Прямо вот так в один момент берут и превращаются. Из обычного школьника в гавнашкалозавра. Декстер, это что за покемон? Гавнашкалозавр. Атака один. Защита один. Постоянная среда обитания. Окно комментов. Не представляет опасности в реальной жизни. Однако всех весит своим поведением в интернете. Особые черты. Ставить дизлайки, даже не посмотрев 5 секунд видео. Что вы думаете, это неправда? Всегда какое бы видео я ни опубликовал, сразу же после 5 секунд с момента публикации появляется 1-2 дизлайка. Ну и конечно же, так же сразу появляется 50 лайков. Спасибо. Но тем не менее, этот феномен реален. И я знаю, кто за этим стоит. А потом появляются комментарии гавнашкалозавра, который с высоты своего 9-летнего опыта заявляет, что твои видео говно. Чувак, очнись! Тебе мама стирает трусы! 3 года назад у меня была школа брейка. И когда на уроках кто-то из детей начинал понтить или гнать на тренера, то есть на меня, он очень быстро получал челим. И этого хватало, чтобы все понять. И после этого они больше не рыпаются. Так как дистанция от их головы до твоего челима всего пару метров. Но в интернете среда, которая делает большую дистанцию, делает их храбрее и сильнее. Знаете, всегда были классные ученики, которые до сих пор пишут тебе приятные письма. Типа, «Здрасте, Антон Юрьевич!» Да, мое отчество Юрьевич, и они ко мне обращались так. «Как дела? Мы соскучились по вам!» Ну и есть те, кто пошли неверным путем. «Жопа треньки, Антон Юрьевич, эволюционируем!» Потом они пишут тебе. Они перестают обращаться к тебе на «вы», хотя прошло всего полгода. Хамят и дерзят. И в этот момент ты понимаешь, что твой челим больше не работает. Ты пытаешься подавить его морально, но со временем понимаешь, что среда интернета делает его Чаком Норрисом. Спастись от него можно только одним верным способом, который называется «Черный список». И потом ты только видишь его комменты где-то в пабликах, под постами про твои видео. «Он у меня брейк вилл, я его видел, прикольно!» Но потом говношкалозавры эволюционируют дальше, и они превращаются в говношкалотроида. И тогда они начинают заниматься творчеством. «Ты обоспал нас и теперь выебуешься в школе, но ты ничего не понимаешь в русском рэпе. Ты поешь какую-то в***ю, а мы настоящие МС Воронежи!» И это мой любимый момент. «Старай трогать наших тёк, они не твои!» Также они зачем-то постоянно поправляют тебя в правописании. Причем даже не всегда верно. Как, например, в комменте под этим видео, это просто первое, что вспомнилось. В названии видео есть английское слово «предатор». И внизу какой-то говношкалотроид написал «It's predator, not predator». Но, к счастью, нашлись нормальные школьники и ответили ему «Ты чё, блин, совсем дебил, это предатор, иди погугли». Мне кажется, школьники не понимают то, что взрослым давно уже пофиг. «Как там чё пишется?» Да потому что какая разница? Главное, чтобы поняли. Ну и главное, чтобы уж совсем не быть тупым. Что прямо в каждом слове ошибка. Мы думаем о том, как заработать деньги, купить тачку, выиграть на соревнованиях. Наша голова забита другим. Эта голова школьника забита правописанием и правильным произношением. Если взрослые хотят выпендриться, они мерятся, у кого круче тачка, кто круче в спорте. И чаще всего это просто шутка. Но если шкалотроид хочет выпендриться, он говорит тебе, что правильно говорить красивее, а не красивее, тупой идиот. Не знаешь, как правильно пишется? Эх, эх, лох! Окей, вы поймали меня. Вы умнее. Но я искренне надеюсь, что в скором будущем мы как-то сможем победить говношкалотроидов. Может быть, школьникам будут живлять чипы, которые не позволяют им эволюционировать. Или бьют их током всякий раз, как они собираются написать говнокомменты. Дни, когда мы сможем зажить в мире и согласии. А вот хрен тебе! Декстер, а это что за покемон? Гавна шкала Ланганьер Особо редкий вид шкалоты Который способен напиваться пивом И материться даже в полицейском участке Че ты лох и ебать? Не ебать, иди сюда Сила АЧС Не хора трогать наших тёлок, они не твои